Зовут меня Метрофольск Артем, я системно-аналитик компании Digital Design. И какое-то время назад я задумался о своем профессиональном развитии как аналитика. Подумал, что мне не хватает, чего я должен выучить, что я должен знать, чтобы стать реально крутым аналитиком. Я составил себе такую здоровую картину всяких навыков, нарисовал там в какой-то майндмэп, что вот я должен знать это, это, это. Посмотрел на него, приуныл слегка, ну и начал по списку различные аспекты изучать. И вот один из основополагающих, на мой взгляд, аспектов работы аналитики, вообще навыков его, это принятие решений. Аналитику приходится принимать решения постоянно. Маленькие, большие, каким-то образом разрешать неопределенность, поэтому он должен понимать, ну, знать хотя бы какую-то теорию принятия решения, понимать, какие ждут его на этом пути проблемы. Я знаю, как просто банально объединять мнение экспертов, что делать, если у нас какие-то разнородные критерии, непонятно, как вот их объединять с разными шкалами, какие-то качественные, количественные и прочее. И когда я начал изучать вот этот конкретный вопрос, выяснилось, что есть еще один аспект, на который следует обращать внимание. А это именно то, как вот наше собственное мышление влияет на то, как мы эти решения принимаем. И почитав там какую-то литературу, почитав об каких-то экспериментах, которые были, я узнал, что, оказывается, многие, ну и многие приемы, которые используются, например, в маркетинге или там вот какие-то психологии влияния, описанных в различных книжках и прочее, они имеют под собой некую основу. И эта основа завязана на то, просто как наш мозг, так сложилось эволюционно, обрабатывает информацию, хранит ее и извлекает. И вот приблизительно об этом я попытаюсь рассказать. Значит, цель моя проста. Да, я не смогу вам описать все эти примеры, их там больше сотни различных вариантов. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что вот такая проблема на самом деле существует, где она может каким-то образом повлиять на ваше решение и наоборот каким-то образом вам помочь. Соответственно, пункт 2. Речь идет о принятии решения конкретным человеком. То есть это не группа какая-то экспертов. Вот вы конкретно сели и начали решение принимать. И пункт 3. Решение будет рассматриваться решение в основном в ситуации неопределенности. Что я имею в виду? Если вам, например, нужно посчитать количество багов за месяц у разработчика и тому, кто сделал больше багов, вручить звание лузер месяца, тут все понятно. Посчитали количество и определили. Если вы, например, проектируете какой-нибудь интерфейсик и думаете, вот мне для того, чтобы спроектировать лучше всего, нужно знать, какую из функций, которые я собираюсь пользователю предоставить, пользователь будет использовать чаще. Сколько это чаще, сколько раз он там будет кликать на эту кнопку и так далее. И вот вы думаете, как мне это оценить? Может быть информации нет, может быть есть у вас какой-нибудь представитель заказчика, который сказал, ну вот приблизительно сколько раз. Соответственно, у вас какая-то определенность есть, у него нет, он это придумал. Он там из своего какого-то опыта сказал. Есть, возникает неопределенность. Вы ее каким-то образом разрешаете. Соответственно, как только неопределенность возникает, вы делаете какие-то оценки и вступает в действие все вот, так сказать, сайд-эффекты вашего мышления. Перед тем, как начать, я хочу от вас такое маленькое одолжение. Я дам вам три простенькие задачки. Они мне будут нужны потом, для того, чтобы было интереснее просто вам и слушать, и мне рассказывать. Задачки простенькие. Каждая из них займет у вас буквально 10 секунд. Не больше. Ну, может быть, 15, если будет очень медленно. Приготовьте что-нибудь, чтобы можно было записать. Соответственно, по задачам. Если вдруг вам кажется, что задача сформулирована некорректно, если вам не хватает условий, если вы думаете, что там вообще все неправильно, ну, по какой-то причине не можете, не хотите отвечать, ну, не отвечайте. Просто подождите. Следующая задача. Задачи простые. Не напрягайтесь. Просто попробуйте. Называется, свои силы. Итак, задача номер один. Представьте себе, что вы подбрасываете монетку. Не лезьте в карман за монеткой. Представьте. Подбрасывайте 10 раз. Запишите последовательность выпадения орлов-решек, которая у вас получилась. Вот как вы думаете? Я вам посчитаю испытания. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я надеюсь, записали. Задачка номер два. Представьте себе, что, ну, пусть будет Мария Шарапова, дойдет до финала Уимблдона в следующем году. Упорядочьте следующие результаты от наиболее вероятного к наименее вероятному. Видно все результаты? Треть. Не видно кому-то? Руку поднимите. Вот там не видно. Значит, первый. Мария выиграет матч. Второй. Мария проиграет в первом сети. Третий. Мария выиграет в первом сети, но проиграет матч. Ой, третий. И четвертый. Мария проиграет в первом сети, но выиграет матч. Ну, написали там один, два, три, четыре, четыре, три, два, один. Ну, как вы считаете? Что наиболее вероятное, что наименее вероятное. И задача номер три. Перед вами пять слов в алфавитном порядке. Расставьте их в порядке уменьшения частоты употребления. наиболее часто употребимых, да, не менее часто употребимых наук в русском языке. Как вы вообще считаете? Просто вот, не знаю, исходя из собственных ощущений, просто попробуйте это действие оценить. Ну ладно, 10 секунд прошли. Приступим. Вы забыли слово? Боже мой, самое сложное задание. А, да, простите, те, кто дали... Значит, первое слово – версия, второе слово – кабинет, третье слово – лицо, четвертое слово – строка, и пятое слово – эпоха. И приступим непосредственно к самой презентации. Это некоторый типовой процесс принятия решений. Он, в общем-то, приблизительно такой же, когда вы принимаете решение очень быстро, у вас в голове что-то прокручивается, или когда вы целенаправленно делаете. Я мог пропустить какой-нибудь этап, мог что-нибудь поменять местами, но это приблизительно, чтобы было от чего отталкиваться. То есть, есть некая постановка задачи, когда вы конкретно говорите, я хочу решить, что я буду покупать сейчас, мороженку или водичку минеральную. Есть некий этап этой интерпретации задачи, когда вы сами себе ставите задачу, это часто пролетает мимо, когда ставите кому-нибудь другому, ну, известный факт, подходите и говорите, разработчик, надо сделать так. Он, значит, сделал, приходит, смотрите, не так, как так? Ну, я так понял. Вот он так интерпретировал эту задачу. Плохо, значит, поставили, но вот сам факт интерпретации есть. Потом вы каким-то образом формируете набор данных, по которым вы будете искать информацию для этого принятия решения. Собственно говоря, ее ищете, а некоторым образом ее обрабатываете, ну, имеется в виду там лишние значения, исправляете какие-то ошибки, исключения, веса проставляете и так далее, и так далее. Если вы датамайнингом занимались, то там как бы это стандартный процесс. Ну и, собственно говоря, анализируете, выбираете решение и там делаете какую-нибудь критикировку по итогам вашего решения. То есть вы задачу решили и поняли, что ага, надо мне подумать, мне надо там что-то было сделать по-другому. Я искал вот эту проблему в Гугле по такому словосочетанию, а надо было взять другое, и я бы нашел это все в 10 раз быстрее. Что-то скорректировали. Соответственно, вот получился у вас некий процесс. Как вы думаете, на каком этапе вас ждут проблемы? На всех. Правильно. Проблемы вас ждут на самом деле на всех. И, ну, о наиболее интересных я попытаюсь вам рассказать. И начнем мы вот с этого. Формулировка вопросов. Вы ставите задачу. Это статистика средних ответов в зависимости от постановки вопроса. Я когда первый раз увидел, я немножко удивился, как так. В реальности просто изменение одного слова в формулировке может оказать значительное влияние на ответ. Реально значительное. И если вы формулируете какие-то вопросы, вы можете его сформулировать так, чтобы пользователь давал вам нужный ответ. Или наоборот. Или если вы пользуетесь каким-нибудь анкетированием, обращайте внимание на то, как заданы эти вопросы. Опять же, есть формулировка вопроса, есть куча нюансов. Например, наличие средней категории, оно оттягивает не очень уверенных в среднюю категорию. Отсутствие средней категории, наоборот, тех, кому все равно, растаскивают по вариантам, допустим, да-нет. Если у вас много, условно говоря, каких-то пофигистически настойных людей, а вам бы им дали вариант только да и нет, вы получите искажение и там, и там. Кто знает, что он там напишет, когда ему все равно. Соответственно, где это может попасть? Вот у меня в компании, например, я обратил внимание на CSI. Знаете, что CSI? Индекс удовлетворенности заказчика. Оценивается по десятибальной шкале, задает ему вопросы какие-то, он отвечает, проверяет от нуля до десяти, и в итоге сводится это в некий уровень, и говорится, вот, там, пять, плохо, там, восемь, хорошо, девять, отлично. Я посмотрел, какие вопросы у нас в CSI. Например, вопрос про качество. Он звучит не там, не были ли у вас проблемы в проекте там с качеством, не оцените качество, он звучит так, насколько хорошо было сделано с точки зрения качества. То есть вот такими формулировочками сделано. И все вопросы про CSI, они такие. И, возможно, поэтому CSI, он обычно от девяти до десяти. Такие вот читатские подходы. Соответственно, ну вот вы как-то вопрос сформулировали и пытаетесь его интерпретировать. Это данные по некоторой задаче, отражающие особенности мышления, называемые психологический учет. То есть наверху процент, решившийся все-таки потом пойти в театр. Общие затраты и там, и там тысяча рублей. Но в одном случае эти затраты отнесены, ну вот 500 я потерял, а 500 это стоит театр. А в другом получается, что как бы я же билет потерял бы, только у меня тысячу стоит театр. Дорого. Казалось бы, затрата одна и та же, но люди могут учесть это по-разному. Вот на эту тему есть у меня тоже хорошие примеры собственной практики. Делали мы как-то веб-интерфейс к некоторой системе для работы с данными, с ведомостями, с согласованием и прочим. Для работы нужно было грузить много справочников. Пользователи были недовольны, потому что куча справочников грузится, это долго. Вот они жаловались, жаловались, жаловались. Мы немножко проанализировали ситуацию, и часть справочников, ну как было, окошко логина, человек залогинился, ему начали грузить справочники. Вынесли часть справочников до окошка логина. То есть он грузится, у него окошко логина медленно открывается, там что-то загрузилось, он ввел там данные, посмотрел, вспомнил там свой пароль, бах, ему загрузились остальные справочники. Общее время ожидания точно такое же. Но психологически это как бы немножко отделено. И оп, жалобы прекратились. Не знаю, ну вот хватило этой малости для того, чтобы удовлетворить конкретную потребность заказчика. В принципе, если вы 10 лет назад инсталлировали всякие игрушки и какие-нибудь тяжелые приложения, сейчас просто уже техника быстрая, получается проще. Видели? Одно дело, когда у вас тянется одна эта колбаска от прогресс-бара, ничего не понятно. Другое дело, когда там написано, я там распаковываю архив, базу какую-нибудь обновляю, регистрирую компоненты. Приятнее смотреть. Легче как-то. Все-таки что-то происходит. Вот этот кусочек можно подождать, этот кусочек можно подождать. И когда все вместе, ну как бы долго. Ну вот вы каким-то образом задачу интерпретировали и пытаетесь... Я пропустил, там у меня была строчка, касающаяся выбора критериев для принятия решения. Ну выбор критерий, это почти тот же самый выбор, альтернатив, те же самые проблемы. Вот вы пытаетесь сформулировать некие критерии для поиска данных. Вспомнить, если это касается дела какой-то неопределенности, или у вас данных мало, вы пытаетесь что-то там вспомнить. Соответственно, видите линии горизонтальные, да, прямые? Так вот, было установлено, что все, что мы видим в момент принятия решения, любая информация, поступающая на наши органы чувств, она влияет на ответ. Эксперимент был вообще феерический. Людей посадили вокруг рулетки, крутанули шарик, выпало какое-то число, им дали вопрос, задали вопрос, на который они точно ответа не знают. Например, количество африканских стран в ООН. И оказалось, чем больше число выполнено рулетки, тем больше африканских стран в ООН. Хотя, казалось бы, несвязанные вещи. Можете у себя, не знаю, в компании провести эксперимент. Просто в таком составе будет, наверное, сложно, потому что данные надо обрабатывать. Попросите людей записать последние три цифры своего номера телефона, а потом записать год, в котором Атилла разрушил Рим. И потом сравните корреляцию. Увидите, у кого цифры побольше, те как бы считают, что он попозже Рим разрушил. Соответственно, получается, что для того, чтобы вам более-менее это качественное решение принять, чтобы этого всего лишнего не тащить, вам нужно как-то от всех этих лишних моментов абстрагироваться. От них абстрагироваться очень сложно. Все, что вы видите, считается, все как бы полезно, нужно. Опять же, идете вы обсуждать с начальником зарплату. Очень полезно, чтобы он перед этим увидел какое-нибудь большое число, просто потому что немножечко сработает этот эффект привязочки. Мелочь, мелочь. Но это работает, елки-палки. Вы каждый день в магазинах это видите. Приходите, там скидка написана, зачеркнуто одно число, написано другое. На самом деле, вот эта цена, которая не зачеркнута, она может быть выше, чем средняя по рынку и так далее. Но, блин, работает. Не пренебрегайте этим эффектом. Итак, вот вы набрали. Набрали вот этот пук информации, решили, как вы будете искать и начали искать. О, прошу прощения, забыл важный момент с соответствием привязки. Да, эффект недавности, эффект первичности. Интересно, я специально вынес на отдельный слайд, потому что он отвечает на извечный вопрос, а когда мне надо выступать, чтобы быть самым крутым? Был проведен эксперимент. Соответственно, ну, здесь вот написано, естественно, речь и крещение. Было какое-то некое запутанное дело, в котором не очень было понятно, кто там прав, не прав. Соответственно, взяли всю информацию, объединили в два блока. Одна касалась обвинителя, там, свидетелей, все эти какие-то там, речи обвинительные, прочие-прочие, улики какие-то. Другая касалась свидетельств защиты. Разным группам людей показывали эти данные. Соответственно, если короткая стрелочка, это значит, что им короткий промежуток времени. То есть, первая строчка означает, что там, показали свидетельство этого объединения, подождали чуть-чуть там какое-то время, показали свидетельство защиты, подождали чуть-чуть, спросили решение. Так вот, если у вас вот это время различается, то есть, средние четыре варианта, то сказывается эффект недавности, эффект первичности. Ну, понятно, вы хотите знать как. Так вот, если вы и ваш некий оппонент будете выступать между собой в коротком промежуток времени, а ответ будет выноситься потом, через какое-то время, лучше говорить первым. Сработает эффект первичности. Если, соответственно, выступает, допустим, ваш оппонент, пауза, потом вы, а потом решение, лучше вот как раз выступать вторым, потому что сработает эффект недавности. И я не поэтому последний выступаю. Просто имейте в виду, в реальности, как бы, понятно, когда проводился этот эксперимент, там сроки были серьезные. То есть, там речь длилась, по-моему, около часа, короткий промежуток, день, длинная неделя, как-то так. Но это был эксперимент для того, чтобы этот эффект выявить. Он реально есть. Где, по-моему, происходят границы, когда они начинают, так сказать, меняться, неизвестно. Ну, соответственно, если выступает не два человека, а много, тут тоже возникают различные сложности. Вот. Ну, так вот. Теперь давайте вспомним вашу задачу номер три. Вот это как они распределены согласно количеству употреблений на миллион по считанным каким-то словарям. Скажите мне, есть ли среди вас люди, у которых последние две варианты, версия или строка, хотя бы какой-нибудь один из них попал на первое или второе место? О! Значит, мне удалось вас обмануть. Я выбирал варианты специальные, поскольку вы аналитики, вы чаще работаете с программистами, со свечами термины, и слова версии и строка у вас ассоциируются с чем-то. Вы их вспоминаете легче. А вот эти вот слова, хотя они часто, ну, кто там вспоминает, какая там черта эпоха, какой кабинет? Кто там из аналитиков употребляет слово кабинет вообще? И, да, да, этот эффект называется юристика доступности. Когда вы начинаете искать данные у себя в памяти, вы их ищете на основании простого критерия. Вот у меня там, условно говоря, есть полсекунды, все, что я вспомню, включая то, что я подумал, включая то, что я увидел вот это число 100 тысяч или какое-то, вот все, что я по всем параметам вспомню, все. Это поднимется, все, что успею, все вспомнил. Все, что не успею, все не вспомнил. Соответственно, более часто употребляемые какие-то слова, какие-то там рекламы на поддержке бренда на этом основаны и прочее, прочее, прочее. Будем считать, что про доступность пока все. Если я потом вспомню какой-нибудь пример, поскольку я мог его забыть, я вам его еще отзвучу, если останется время. Значит, ну вот вы данные некоторым образом подняли, вспомнили, вспомнили некоторое количество там, не знаю, каком-то. И вход включает следующий эффект. Вот это то, что вы получили. Учитывая то, что вы там, ну, как-то приблизительно увидели то, вспомнили это, еще что-то на вас повлияло, там, не знаю, вы смотрели рекламу Доракола, а там показали красивую обнаженную женщину, и бах. Большая часть воспоминаний, которые вы используете для принятия решения, она к Дораколу не относится. Так получилось. Вступает в дело так называемая эвристика репрезентативности. Что это означает? Все, что вы вспомнили, ваш мозг, он как бы не знает, что такое репрезентативность. И поскольку вам все равно нужно как-то принимать решение, он по умолчанию считает, что все, что вы знаете, все репрезентативно. Все ваши выборки отлично, все данные смущены. Для того, чтобы эту репрезентативность отменить, нужно сделать мысленные усилия, нужно подумать, что-то здесь не так. И надо это думать, каждое принятие решения. Все, что я вам еще и до этого рассказывал, буду рассказывать, чтобы это отменить, нужно, чтобы это учесть. Нужно об этом все время думать. А все время думать об этом невозможно. Поэтому нет-нет, да и проскочит. Так вот, все данные, которые хранятся у вас в памяти, они однозначны. Они неким образом, ну, просто вот накиданы в память как есть, поднялись и хорошо. Соответственно, вспомним, сейчас скажу, задачу с орлом и решками. Посмотрите, пожалуйста, на свои записи и скажите, есть ли среди вас люди, у которых количество идущих подряд одновременно орлов или решек больше либо равно пяти? Двое, четверо, пятеро, шестеро. Ох, как много это. Хорошо, скажите, есть ли среди вас люди, у которых количество одинаковых записей, например, орлов или решек, семь или больше? Тоже не очень много. Этот эффект называется закон малых чисел. Мы считаем, что маленькая выборка, какая бы она маленькая ни была, во всем была подобней большой. И хотя я уверен, что вы практически все знаете о том, что испытания, как подкидывание монетки, они совершенно независимы. Я прав? Есть кто не знает? Нет. Ну, слава богу. То все равно, вы когда сформируете вот эту самую выборку, вы думаете, ага, она должна быть похожа на то, что будет при бесконечном количестве испытаний. Соответственно, много-много различных мелких эффектов базируется на этом. Есть, например, еще эффект, называемый приоритет частной информации над общей. Что это значит? Ну, вот, например, думайте, сейчас я буду делать новый проект, и у меня там есть такой вот фреймворк новый, я его буду использовать. И вычислили в интернете статью, там, в каком-то солидном издании, что пока что 8 из 10 проектов на этом фреймворке, они неудачные. Вот, начали думать, поделились с своим коллегой Васей, коллега Васей говорит, да что ты, я на прошлой работе делал эту фигню на этом фреймворке, у нас получился вот такой проект, никаких проблем. Что случилось? В реальности статистика стала 8 из 11. Но статистика, она у вас в памяти занимает столько же, сколько вот это мнение частное. Одна статистика против, одно мнение за. Приблизительно поровну. Вы смеетесь, а это реальный эффект. Известный, изученный и подтвержденный опытным путем. Также возникает эффект, называемый так, иллюзия валидности. Если у вас что-то получилось, вам кажется, что вероятность благополучного исхода в данной ситуации, она частая. Просто потому, что получилось у вас. У вас есть статистика, один успех, ноль неуспехов. Один бесконечно больше, чем ноль. Я просто, ну, я наблюдаю за таким часто. Вот у нас, например, эгайла нету в каком-либо таком чистом виде. И периодически приходят люди, которые занимаются, я вот уже 4 раза лично видел, я считал. Приходит человек, говорит, у меня в будущей компании была отличная эгайла. Давайте мы сейчас замутим проект и будем доработать эгайлу какому-нибудь варианту. Соответственно, он там читает нам всем семинар красиво с картинками о том, как это будет здорово, тра-ля-ля. Потом, говорит, сейчас все замутим. Потом я получаю, ну, как обычно, все получают прощальное письмо, мол, прощайте, приятно было с вами поработать. Вот, я пойду куда-нибудь еще. При этом, сами варианты этого эгайла у нас в компании есть. Их сделали люди, у которых положительного опыта нет. Они просто попробовали, вот как-то там что-то помутилить, и у них получилось. Пойдем дальше. Здесь вот еще кусочек, я там выписал победителей, их на самом деле больше различных вариантов. Эффект конъюнкс. Это как раз относится к задаче номер 2 про нашу Марию Шарапову. У кого четвертый вариант оказался выше, чем первый? Опа, смотрите-ка, да-то процентов 15. Вот. Если, так дайте я верну и напомню вам, где тут у нас Шарапова. Вру, у кого четвертый оказался выше, чем второй? Вот. А приблизительно столько же. Смотрите, вариант 2 проиграет, вариант 4 это вариант 1 плюс еще одна вероятность. Это составная сложная вероятность, она явно меньше второй. Теория вероятности такая. Но почему-то вот процентов 15 посчиталось, что так оно и должно быть. Это называется эффект конъюнкса. Мы больше уверены в каких-то данных, если они высоко согласованы между собой. А что это означает? Это означает, например, что если человек получит подтверждение своей теории, допустим, из нескольких источников, там подтверждение, там подтверждение, он же не будет разбираться, из какого изначально этого источника данных тому, тому, тому человеку эта информация изначально пришла. Блин, Вася сказал, Петя сказал, Маша сказал. То, что их всех Вова подговорил, ни о чем не говорит. У меня три источника, три подтверждения. Все, стопудово. Опять же, поэтому популярны, например, всевозможные секретные материалы, теории заговора и прочее прочее. Потому что там много времени внимания уделяют деталькам. И вот эти детальки, они оказывают вот такой эффект. Чем детальнее проработанная система, тем срабатывает вот этот эффект конъюнкса. И дальше пошло, пошло, пошло. И, соответственно, переубедить человека, вот еще один момент хочу допустить, достаточно сложно, потому что вот пункт 1, 2, 3, 4, 5, 6, устойчивость убеждения после дискредитации. Опять же, если у вас есть положительный опыт, есть отрицательный опыт, который убирает первый, что у вас есть? Отрицательный и положительный, двое, они приблизительно равны. Как можно сразу поверить и считать, что этот перебьет этот? После дискредитации убеждения еще некоторое время сохраняются. Нужно несколько раз их дискредитировать, несколько раз убедить человека, напомнить ему. И да, как ни странно, если вы хотите в чем-то человека убедить, полезно ему долбить много раз. Он заучит. У него статистика накопится, и он постепенно начнет в это верить. И это работает. Вот, и ладно, пойдем, чтобы не сильно вас загружать, еще расскажу про статус соло, потому что он имеет реальную возможность для использования. Что такое статус соло? Это, вот представьте себе негра среди белых. Если это плохой негр, он очень плохой негр. Если это хороший негр, то он очень хороший негр. То есть, крайние оценки усиливаются. Но это позволяет нам некоторые производить манипуляции. Самая известная манипуляция из этой серии, это называется третий нелишник. Когда у вас есть два варианта, допустим, ваш. И конкурент, они приблизительно равны. Вы вводите третий. Он хуже вашего. Но с конкурентом он приблизительно, ну так, наверное, чуть похуже, а где-то чуть получше. И это выводит ваш вариант на первый план. Потому что среди вот этой массы он немножко выделяется. Он с этим поровну, а этого чуть-чуть лучше. Этот самый, ваш третий вариант самый плохой, но вам и не нужно, чтобы он выиграл. Он нужен, чтобы выиграл первый. Ну ладно, вот вы данные каким-то образом подняли, обработали. Ну вот как-то вот, как получилось с учетом этих всех эффектов. И как вы с этими данными будете дальше работать. Есть вот известная такая штука, называется фундаментальный закон атрибуции. Там вот поделение написано, я не буду его зачитывать, сложно. Суть очень простая. Ну вот, как вы знаете, многие умеют завязывать шнурки двойным рифовым узлом, но немногие об этом знают. Точно так же многие употребляли фундаментальную ошибку атрибуции, использовали ее, но немногие об этом знают. Приглашали когда-нибудь, не знаю, к мужчинам обращать девушек в кафе или в ресторан. Что, никто не приглашал? О, ну слава богу, хоть несколько человек нашел. Так вот, это типичное использование фундаментальной ошибки атрибуции. Подмена ситуативных факторов, мне хорошо в этом ресторане, кино и так далее, на диспозитивном, мне хорошо с этим человеком. Когда дело касается каких-то других людей, вы считаете, что влияние больше оказывают какие-то личностные характеристики человека. А когда вас, что так получилось? Вот этот урод запарковался, ну как урод. Это он виноват, он плохой. А если я запарковался, меня вынудили обстоятельства, я не мог, я бежал. Тут было плохо, тут было плохо, я вообще торопился, это первый раз. Это и есть фундаментальная ошибка атрибуции. Она реально достаточно часто действует. И против нее даже применяют в каких-то компаниях меры. Вот, например, скажите, есть ли среди вас люди, у которых в компаниях размер зарплат принято обсуждать открыто? Ну, так, чтобы все знали, кто кто-то получает. Нету? Вот у меня тоже как бы не принято говорить, а просто потому, что если ты только начнешь обсуждать, сразу начнется вот это. Он получает, и я получаю. Что такое? Они там все, не знаю, негодяи и прочее, прочее, а я тут хороший, это все какие-то, понимаешь, факторы этого оставили. Ну, одна из причин, но реальный эффект достаточно распространенный. Еще ошибка обратной связи. Это известная задачка из каких-то тестов, можете ее порешать, вот если вы ее никогда не видели, не решили. В чем заключается ошибка обратной связи? В том, что вы не учитываете все варианты обратной связи, когда какие-то проблемы решаете. Самый простой пример это, не знаю, какой-нибудь официант. Он думает, ага, я всех обслужить не могу хорошо, значит, я вот этих обслужу хорошо, они выглядят платежеспособными, мне дают хорошие чайные, а этих плохо. Он обслуживает тех, кто считает платежеспособными, те дают им хорошие чайные и думают, тебе обалдеть, я крутой чувак, я отлично определяю, какие люди дают чайные, какие нет. И дальше он начинает всех обслуживать, исходя из этого предположения. Но он ведь не пробовал хорошо обслужить тех, кто даст плохие чаевые. Или наоборот, плохо обслужить тех, кто даст хорошие чаевые. Соответственно, как вот тут был доклад по поводу того, что нужно ли увольнять аналитика, если он по итогам оценки его работы эффективности показал, что он неэффективен. Не нужно. Потому что. Потому что для начала ему надо убивать на другой проект, посмотреть, а не будет ли проект без него тоже неэффективен. Если окажется, что он все-таки эффективен, то тогда уже ладно, увольняйте его. А сразу, как бы, понятное дело, не нужен. Тут я выписал примеры, понятно, про все не успел сказать, выписал примеры некоторых еще нюансов, которые возникают. Там много всяких любопытных нюансов. Например, парадокса лоу, это вы думаете, что у вас есть критерий, вы четко выберете, если там тут 5,5, а тут 5,6, вам нужно больше, выберите 5,6. Вы выбираете надежный вариант. Тут еще вмешивается такой психологический фактор, как надежность. И даже с некоторой потерей по функции, условно говоря, рациональности. Или, например, то, что вы, когда принимаете решение, сложный вариант, вы испытываете когнитивный диссонанс. Вас напрягает то, что вам придется делать какое-то сложное решение, и вы не знаете. Я выберу один вариант, а второй окажется каким-то... Вдруг он лучше. Что делать? Как вы только примите решение, первый вариант, тот, который выбрали, он станет еще немножко лучше, чем был. Просто, чтобы вот этот когнитивный диссонанс немножечко, так сказать, уменьшить. Чтобы вам было легче. Соответственно, заинтересуйтесь, почитайте. Завершить все это я хотел слайдом с такими советами, что делать. Я, когда его нарисовал, я посмотрел, подумал, что, блин, какой-то капитан очевидности, какую-то ерунду предлагает. Но теперь, теперь вы хотя бы приблизительно понимаете, что за этим стоит. И первое, что нужно делать, это помнить о том, что вы несовершенны. В реальности вот просто так придумать какие-то варианты для того, чтобы против этой уязвимости бороться, против этой, против этой все частности. Все равно, как только вы отвлечетесь, они сработают. У вас мозг как устроен. Все. Соответственно, просто помните. Помните, старайтесь вспоминать. И это, некоторым образом, уменьшит количество ошибок, которые вы будете делать. Не торопитесь. Опять же, не зря говорят утро вечера мудренее. Не торопитесь. То, что вам придет в голову в первый момент, вот это все, все вот эти эффекты привязки, всякие доступности и прочее, вот они пришли в голову. Вы подождали. За это время у вас там поднялось побольше нормальной, релевантной информации, а не то, что получилось. Соответственно, исключить отвлекающий фактор. Вам кажется, что вам там шум не мешает, но если там есть какие-то вещи, которые забивают ваш канал мышления, кто-то там по телефону говорит, вот вы сидите, считаете там что-то, думаете оценку, а там кто-то по телефону орет там 100, нет, 150. Оп. Эффект привязки. Ваша оценка чуть-чуть сдвинулась. Незначительно, но это может оказать решение. Лучше действительно, несмотря на что, постараться где-нибудь там в течение спокойном месте это решение принимать. И если вы хотите его принимать, посмотрите на то, в каком виде у вас стоит задача, очистите от личных факторов. Переформулируйте вопросы нейтральные, выпишите, что хотите там на отдельный листочек. Вот. То есть, если вам, не знаю, принимаете решение на основе какого-нибудь видеофильма, нафиг. Выпишите, что видели в конспект, и смотрите на него, потому что в видео, например, бесконечное количество отвлекающих факторов. Ну и вот про те вещи, про которые я еще не успел, так сказать, рассказать. Откладывание фиксирования гипотез. Это просто потому, что, как вы только зафиксировали гипотез, она стала некоторым якорем, к которому у вас привязывается ваше, так сказать, мнение. Надо чуть-чуть подождать. Ну и искать опровержение. Просто есть еще одна юристика. Она говорит о том, что мы охотнее ищем подтверждение нашим решениям, потому что не вызывает когнитивную диссонацию, чем опровержение. И опровержение мы ищем так, спустя рукава. Надо пытаться это искать посерьезнее. В принципе, могут быть много еще вариантов, но на этом пока закончим. Соответственно, если вы хотите меня о чем-то подробнее расспросить, узнать и прочее, прочее, какие-то подробности по деталям, или наоборот, чего лучше, мне что-нибудь рассказать, из своей собственной практики, из литературы, которую вы знаете, вот пишите или ищите меня по другим каналам. Если вы заинтересовались темой и хотите почитать, я рекомендую вот эти две книжки. Первая, она более научно-популярная. Там есть вначале куча задачек, типа таких, что я вам давал, чтобы было веселее. А вторая, она более научная. Там, соответственно, систематизация материала поинтереснее, куча примеров и куча выкладок по теории вероятности, если вы не верите мне на слово. Вот. Соответственно, спасибо. И ваши вопросы. Собственно, маленькая ремарка. Перед тем, как задавать вопросы, просьба никого не уходить, потому что сейчас будет неупреждение лучших докладчиков. А, собственно, вопросы будут оправдаться. Что, у кого нет вопросов? Никто ничего не понял. Слава Богу. Хотели спросить про книжки, а их уже показали. А, ну, слава Богу. Ко сих пор мы уже много главы. Да. Да, кстати, фор. Нет, просто таблички удобнее читать, когда строчки немножко чередуются по цветам. Так обычно принято. Я как бы не отходил от этой тенденции. Слово умысла не оказалось. Два вопроса. Первый. Вот вы аналитика, вы в своей работе применяете вот эти методики, там был слайд, например, где слова менялись, и в зависимости от слов ответ менялся. Вот, например, вы пишете ДДЗ, и хотите, чтобы вам его согласовали. Вы применяете подобные методики, и с точки зрения речи, является ли это нормально? Давайте вначале на первый вопрос. Массово не применяю, потому что для этого можно постоянно там самоконтролить. Но когда вспоминаю об этом, то могу себе позволить каким-то образом вещи переформулировать, чтобы добиться нужного результата. Что касается этики, у меня есть некое представление о том, как должен быть устроен мир, что должно быть хорошо, что мир должен быть разумным, информация между делись и прочее, прочее. Такая, значит, светлая бесконечная цель. Соответственно, если я считаю, что мое поведение к этой бесконечной цели ведет, без каких-нибудь заморочек, то я не вижу проблем в том, чтобы эти методики применить. Потому что люди заблуждаются, все будут куча подвергнуться вот этим уязвимостям, и чего тут? Если я о них знаю, я приму решение гораздо лучше, объективнее, чем тот, кто об этом не знает. Если у меня есть сомнения, и тут проблема, как определить на самом деле, я не собираюсь захватывать мир, или устроить? Ну да, сложно. Каждый раз приходится принимать решение, стоит это делать или нет. Приставить мучить, да? Вот. Спасибо. Собственно, у меня вопрос в продолжении. Меня вопрос эти не так сильно мучает. Как бы научиться этим пользоваться? А вот в этих книгах, которые вы им показали? Учебников, вот именно поэтому, я не видел. Всякие книжки, типа там, ну, то же самое, «Психология влияния», там, какой-нибудь «Гроссмейстер общения» и прочее, прочее, они учат эффектам, как использовать то, что базируется на этих эффектах. Эти эффекты, как бы, вот в основе. Соответственно, ну, я не знаю, как этому научиться, вот так, чтобы она отлетала на ура, но если вы об этом знаете, пытаетесь время от времени использовать, постепенно наступает эффект, когда вы начинаете это замечать. Замечать в разных местах, и вам становится легче, 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 легче. Пока что только самообучение. Здравствуйте, а вот интересует такой вопрос, а не может ли быть такого, что, узнав об этих эффектах, они станут работать так же, только в обратную сторону. Вы не знаете какой-то эффект привязки и специально делаете, чтобы, ну, его компенсировать, палку перегибать? Может быть. Более того, есть даже такой эффект, связанный с использованием этим эффектом, как бы, да, да, в реальности может быть, и, как бы, та же самая проблема, так же надо пытаться как-то и решить. А как не войти в рекурсию? Как не войти в рекурсию? То есть, как вот выйти из этой вот вибрации туда-сюда? Есть ли вы? Да нет, просто, понимаете, вас сама ситуация из этой рекурсии выведет. Вы не можете бесконечно принимать решение. У вас мозг как не устроен, вам нужно принять решение быстро. Вы рассмотрели один уровень рекурсии, подумали, спустились дальше, куда вы будете дальше сидеть, вы никогда решение не примите. Если, например, ну, опять же, возьму математический метод, и в мозгу ты начнешь строить, как бы, какое-то схождение этого ряда. То есть, ну, можно же начать... Память кончится. Ну, все. Если вы ручетов вспомните, пишите, находите.